Дай почитать. Бульварный роман и 12 сказочных рассказов. С одной стороны, это разрозненные произведения, но все же здесь есть сквозные персонажи, которые по законам жанра, пусть эпизодически, но возвращаются. Одним словом, бульварный роман. Сказочные фэнтези об обычных судьбах, обычных людей, даже серых, тусклых и скучных. Таких людей вокруг нас множество. Может, и мы такие же обычные и недостопримечательные. Может, от этого сюжеты перелицованных известных сказок так берут за душу, так по-человечески трогают. Для Кабакова характерен дробный, частный, пристальный взгляд. Он точен в деталях. Ему интересно любоваться и описывать мельчайшие подробности, создавать в полутонах атмосферу происходящего. Как всегда, у Кабакова эта книга о рутине, о повседневной невыдающейся жизни, в которой все как-то амбивалентно, ни плюс, ни минус. Где интересны чувства, быт, а не размышления о высоком и бытии. Этими определяются основные темы повести и рассказов, бытовуха. Но мистифицированное, приукрашенное, мифологизированное, невольное чувство параллелизма возникает у читателя при чтении любого произведения Александра Кабакова. Жизнь и ее сюжеты, как и ситуации в его книгах, быстротечные и семиминутные. Несмотря на сказочный жанр, книга привлекает и трогает, и разбивает смелые фантазии автора. В этих сказочных историях действуют и царевна лягушка, и красная шапочка, и вечный странник Агасфер, и неразменный пятак. А главные герои познакомились в Москве на бульваре, и ничего удивительного в этой обыкновенной истории не было. Кроме того факта, что сами герои считали все происходившее с ними фантастикой. Это последняя книга писателя, которую он успел подержать в руках. Кстати, у него есть роман «Все поправимо», оставший своеобразным девизом для всех, и кредо для тех, чье существование вселяет уверенность и надежду на благоприятный исход. Кабаков писал до последнего дня разную, но качественную, интересную прозу, о чем свидетельствуют бульварные романы и другие сказки. А еще Александр Кабаков был беззаветно влюблен в русский язык, и всеми силами защищал его от порчи варварского словоупотребления. Что ж, дорогие слушатели, высшее счастье писателя – быть прочитанным. Читаем Александра Кабакова «Бульварный роман» и другие сказки «18+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65, и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!